Здравствуйте, я Зайцев Кирилл, и сегодня я продемонстрирую вам опыт, с помощью которого вы можете самостоятельно оценить скорость диффузии в газах в вашей комнате. Так, что нам для этого нужно? Это метр, одеколон, туалетная вода или духи, часы или таймер, чтобы засечь время, или секундометр, да. Потом салфетка, или можно проливать духи просто на стол, но я предпочитаю брать салфетку. Итак, что же мы делаем? Для начала мы немного разбрызгиваем или выливаем духи на салфетку. Да, пахнет довольно-таки неплохо. Теперь разворачиваем наш сантиметр где-нибудь на метр. Кладем правильно. И если запах немного исчез, можно побрызгать еще. Итак, теперь что мы делаем? Мы обнюхиваем крайнюю точку, на которой уже не чувствуется запах одеколона или тухов, да. Вот, у меня на 25 сантиметров уже ничего не чувствуется. Значит, берем точку 10 сантиметров, к примеру. Еще раз брызгаем. И засекаем время, сколько запах не исчезнет. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, прошло 3 минуты и запах одеколона уже почти не слышен на расстоянии 10 см. И теперь у нас есть все данные, чтобы просчитать скорость. А именно, у нас есть расстояние, это 10 см, время 3 минуты. И теперь переводим в систему СИИ. И это у нас будет 0,1 метра. И время 180 секунд. Значит, чтобы найти скорость, нам нужно расстояние разделить на время. Для этого 0,1 мы делим на 180. И получается 5 десятитысячных... Ну, будем считать так. 0,001 метра в секунду. Именно такая скорость диффузии в газах у меня в комнате. Предварительно перед экспериментом были закрыты все двери и окна, чтобы лишние запахи не проникали сюда. Это раз. Чтобы воздух не проникал сюда, сбивая запах, опять же. И чтобы это просто не мешало эксперименту. Итак, мы просчитали время и расстояние. Узнали скорость диффузии в газах. И на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк или дизлайк видео. Пишите в комментариях. И пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok